Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о смысле человеческой его жизни. Не хотите ли послушать? Вещай. Вещай. Молодец. Дело в том, что человек, входя в этот мир, рождается для того, чтобы... Секунду. Вы православные какие? Православные христиане. Там православные они есть, старые обрядцы, есть новообрядцы. Новообрядцы мы. Корни из старообрядцев. Родились в старообрячности. Беспоповцы, киржаки. Бывшие. Это дедушка, а я-то пришел... А это внучек. Понятно. А где сами находите... Город Барнаул. Алтайский край. О, далеко. Житель Сибири. Все, слушаю. Давай. Бог, когда сотворил мир, сотворил и человека. Но только не курите. Мы при курящих разговаривать не будем. Курение это... Это дьявол побуждает человека, чтобы он закурил. Чтобы внутри себя пустить дом, который его отравит. Всю и человеческую душу тоже. Бог, сотворивший мир, послал в мир своего единородного Сына Божия. Чтобы он умер. Он умер за грехи мира и взял все грехи мира на себя. То есть и верующие в него получают прощение грехов и жизнь вечную. А человек неверующий будет осужден на вечные мучения. На вечном озере огнено будет мучиться. То есть перед человеком, когда он рождается в мир, встает выбор. Он должен познать, кто такой Бог, Творец. Узнать его волю. Исполнить, живя жизнь на земле. И унаследовать жизнь вечную. Если он здесь, в этом мире, так как человек сотворен по образу подобию Божию. То есть в чем заключается подобие? То, что образ, вернее. Что он имеет? Свободу воли. Ты можешь сделать добро или зло. Это в твоем выборе. Так Господь нам дал эту власть. Но за все придется отвечать. Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть за все придется отвечать. За свои мысли, за свои поступки, за свои слова. Перед Богом именно. Вот представьте, насколько человек становится грешим. Вот я вам объясню только две заповеди из десяти. Есть такая заповедь, не прелюбодействие. Можешь слышали? Седьмая заповедь. Перебью. Давайте. Нарушил все. Я сам такой же был. Пока Господь меня не коснулся и не обратил. Я в 26 лет покаялся перед Христом, осознанно встал на колени, и потом стал ходить в православный храм. А до этого тоже так же жил безбожной жизнью. И вот это именно осознание. Именно осознание. Вы меня не поняли. Вы меня не поняли. Я нарушал все. Но я-то себя точно так же все нарушал. Я не знал, кто такой Господь Бог. Я творил из себя, из человека, кумира. Это вторая заповедь. Третья. Не произносил имя Господа в суе. То есть напрасно. Точно так же согрешал. Помни день субботний. То есть в шестой, седьмой день недели надо ходить в церковь, молиться. Я так же не ходил, не молился. То есть Бога я не знал. Пятая заповедь. Почитай отца и мать свою. Я их не почитал. Шестая заповедь. Не убей. Я так же человека ненавидел. А Господь говорит, всякий ненавище брата своего есть человека-убийца. А потому мы все братья. То есть от первого человека, который сотворил Господь, мы все братья. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Сплошь и рядом нарушал, до того, как уверовал. Восьмая заповедь. Не кради. Крал, крал. Даже, как говорят, на правителя ссылаются они там вагонами. А мы что? Ну подумаешь, там утащил какую-то железку с работы. Но ты тоже вор перед Богом-то. Ты все равно тоже вор. Только ты соврал меньше, а тот больше. Но так же грешник ты перед Богом. Девятое. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То есть не лги. Сплошь и рядом. Все было на лжи основано. Легко солгать своим там родителям. Легко солгать было своим друзьям даже где-то. Там особенно в армии. Сплошь и рядом. Это все на лжи основано. Десятая заповедь. Не завидуй. Это я вам вкратце сказал. То есть не пожелай жены ближнего. Поле его не пожелай. То есть все, что у ближнего твоего. Я точно так же повинен был во всех десяти заповедей. Как вы сказали. Во всем повинен. То есть перед Богом. Если бы моя душа в тот момент, если бы я не узнал о Боге, я бы умер, и моя бы душа пошла в преисподние места. Главное, что мы еще... Одна из причин, для чего мы зашли вообще сюда, в чат-рулетку. Как говорится, есть такое название погружение. То есть погружаемся в эти адские места, в эти преисподние. Потому что люди тут в основном собираются для греха. Вот в основной массе мы видим. Да. То есть вот такие единицы, которые люди бы хотели послушать от Бога, это единицы. И у нас на Ютубе, если у вас на Ютубе есть это, можете зайти и посмотреть наш канал. Он называется «Открытым окном во свете Библии». Там у нас выстроено 13 700 видеороликов наших. Мы все снимаем. Мы с нуля строим православную деревню. Вот как раз со мной Игнать Тихонов сидит. Он основатель этой деревни. Задавайте. У меня несколько вопросов. Я вообще, то есть, нерелигиозный, во-первых, человек. Это первый момент. Второй момент. Я говорю всегда так. Веру, веру человека, любого человека, любую веру, я уважаю. Но религии я не переношу на дух. Если суть понятна. Это первый и второй момент. Потом. Я настолько грешник, что вы даже не можете себе представить. Это второй момент. Третий момент. Четвертый момент. Объясните мне, пожалуйста, суть семьи. Это вопрос. И почему наши попы, извините меня, я их ласково скажу, что недолюбливаю. Скажем так. Вы люди религиозные, поэтому я скажу так. Я их недолюбливаю. У нас ездят, извините меня, такое ощущение, что, по-моему, эти люди грешней, чем я в разы. Вот как бы у меня такие мнения, вопросы и рассуждения. Давайте по первому вопросу. Вот вам Игнатий ответит. Он более опытный. Вы говорите, я такой грешник, больше которого нет. Это хорошо, что вы так понимаете. Одна корреспондентка пришла в тюрьму брать интервью. Там и говорит, а скажите, кто самый большой преступник? Ну, начальник сказал, вот он сидит один и убил, говорит, мать и убил дочь свою. Ну, она с ним встретилась, а потом и говорит, вот я почему к вам пришла, сказали, вы самый большой тут преступник. Он говорит, да вы что? О, нет. А вот такой-то, там где-то называют-то, Маслищ сидит. Он убил, говорит, и сестру, и мать, и бабушку, и сестру изнасиловал. А я ее не трогал, только просто зарезал. Вот это да. Она к нему пошла, ему разрешение дали, она опять с ним, это пища-то в газете, стала говорить, он соглашается, ну, уже все разоблачили. Ну, вы самый большой преступник. О, нет. Я, по крайней мере, своих, а у нас есть вот сидит один государственный, коррупционер, он там скольких людей заморил во время перестройки-то. То есть, вы выходите из этого ряда, вы сразу сказали, я самый большой грешник. Мы так и должны говорить. Это уже от Бога. Павел говорит, я не достоин называться апостолом, я гнал церковь. Про себя говорит, и Бог это избрал. Вы подошли честно. Был один человек, его звали Варвар. Вот есть Варвара, а это Варвар. Ну, и Валентин, Валентина. И когда его поймали, оказалось, что он уже зарезал 300 человек. 300. Из них трех священников убил. И он покаялся. И Бог его принял. Бог не меряет грех. Наш грех, это вот взять, допустим, одну искру и бросить в океан моря, потонуть. Господь говорит, я ваш грех бросил за хребет. Ты приди и покайся. Грехи мира взял я на себя. Я ответил, я имею право прощать, потому что ваш грех распинал меня. Так написано. Евангелие от Иоанна 1,29. Вот агнец Божий берет на себя грех мира. Это первый вам вопрос. То есть, это не препятствие. Так, и второе у вас что? О священниках. О священниках. Вы все сказали правду. Это удивительно даже, как Бог нас терпит. Показывает священник, в Москве несется со скоростью 140 километров. И рабочий работает, он двоих сразу задавил. И третий. Его только арестовали, его тут же выпустили, а которое в виде наблюдения было, все выкрали из дела. Там такие дела опубликуют, там голубое лобби, там Андрей Кураев все пишет. Все так. Но он за себя ответит. Мне за него не отвечать. Господь сказал, говорит, как же так, ты сущок видишь в сужом глазу, а в своем бревна не чувствуешь. Я в другом. Я в другом виноват в чем-то. Бог даже на солнце пятна видит и ангелам не доверяет. Библия там говорит. А как это может быть? Не знаю, я просто верю Богу, написанному в Песняном Писании. Вот Авва был агафон такой, братья видят, он смиренный монах. Говорит, давай мы его поднащивать начнем, чтобы он сознается. Пришли и говорят, вот ты сидишь сколько лет в пустыне, а мы узнали, что ты прелюбодей. Он заплакал, говорит, да Бог открыл вам мою тайну. Виноват. Они отошли, они знают, что он с шести лет с отцом пришел, он женщин в глаза не видал. Сознался и плачет. Потом говорит, давай посерьезнее, скажем, а ты убил. Ну подошли, говорит, тут обнаружилось, что ты, оказывается, и человека убил-то. И он опять так же. И они ему придумают что-нибудь, а потом подошли, говорит, знаешь, Аба, открылось, что ты еретик. Никогда не был и не буду. Они говорят, теперь разъезжай. Почему ты согласился первым? Он говорит, смотрящий на женщину с вожделением, с пожеланием завладеть ей, уже прелюбодействовал в сердце своем. У меня было такое. И там где-то мы были, я увидел, женщина красивая, я сам не знаю, как во мне огонь загорелся. Он один раз видел, не прикасался. А теперь, какой-то мне сделал, говорит, вещи украл. А я подумал, что бы ты попался в милицию-то? Ненавидящий брата есть человека-убийца. А тут правильно, надо найти вора, обезвредить. Но он выше брал планку. А когда сказали ересь, там, говорит, немощь плоти. Там я возгорелся, а тут пожелал вещь чужую жену. А это добровольно разум свой подверг искажению. Как верила церковь, я это отвергаю. Я пошел там в баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы. Этого не было никогда. Я в церкви, они не церковь. Вот так мы должны рассуждать. Вы совершенно правильно говорите. Попы не такие. Да, не такие. Но у меня брат-смященник, мы строим деревню. У нас тарелка не ходит. У нас ничего в храме не продается. Мы все родные, как одна семья. 21 тысяча селений разрушено в России. 10 тысяч дышат наладом. Один-два человека. Мы взяли земли, где наш поселок был, 20 лет пустырь. Получили статус и строим деревню. Сами храм построили, школу, государственная школа. Но учителя все верующие, православные. И к нам приезжает митрополит от московской патриархии. А мы принадлежим к русской, православной, зарубежной церкви. А это все объединили, когда... А мы двое не пошли на это. Две общины наши. Зачем? А мы благодать признавали. Архиерей приезжает, служит. Мы контакт имеем. Но под них не пойду, они нас сразу разрушат. Я начальник детского лагеря. Сам образовал его. 45 лет. Тысячи детей поднять пришлось. Ни рубля не дали. И нас гнобили, предавали церковники. Церковники. Меня судили, когда я пять тюрем прошел. Самое поганое свидетельство на суде священники давали против меня. Почему? Я им говорил, что вы в храме торговлю делаете? Крестите, как попало ладошкой. Надо троекратное полное погружение, как князь Владимир крестил. Вы предатели. Вы дело Божие разрушаете. Они на меня клеветали на суде. А я тоже ему просил. Вот из-за этой загородки сижу, а тогда не было сплошняком-то. Краевой суд. Шагнул и говорю, отец Михаил, благословите. А он из капель меня благословил. Меня назад там, меня 12 краснопогонников заводили. Меня судили по санкции МГБ. Я насчитал 50 книг, Златоуста, Жития. И первый в стране распространил архипелаг ГУЛАГ. Брал интервью у репрессированных. Меня было за что сажать. В 86-м году последний раз я отбывал. Пять тюрем за плечами. Лагерь смерти. Но я вышел живой. И в первый же день к жене приехали органы из КГБ. Я говорю, так он живой вернулся? Она говорит, да. А почему? 15 марта 1987 года вышел указ Президиуму Верховного Совета СССР освободить политзаключенных. А религиозное под заключенные шло. У меня статья 190 прим была. И меня выпустили. Выпустили полуживого. А теперь, говорит, и теперь он снова лапкин, гремит сапогами по этажам редакции, требует качеты, которые писали против. А теперь, который меня следователь вел, покаялся, принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Десятки, а может сотни людей в заключении становились молиться. Это Бог делает, это не я. У меня нету никакого гуманитарного образования. Я технарь, строитель. И что вы сказали, я распишусь под каждым словом. Да, но есть священники хорошие. Вот в моем доме обратился один. Его привезли показать, какие есть. Он немец, менонит. И он побыл у меня, ну я не знаю, один раз мы беседовали, в полпятого утра закончили беседу, и он принял православие. Сейчас он священник. Доктор богослой в Абакане. В Абакане. Хакасия. Хфаст, отец Геннадия. Он Генрих был. Вот человек. За ним ничего нету. Он в рот капли не берет. Ни копейки. И мы таких людей знаем. Вот мы строим православную деревню, у нас там нельзя ни пить, ни курить, материться, и у нас с тарелкой, говорю, не ходят, от кого нет. Торговли никакой нету. Но есть десятина, которая все покрывает. А там пенсионеры. Я имею связь живую с Богом. Вот у меня вышло из печати в книжном варианте, в бумажном варианте 38 томов моих книг. И еще 7, которые в интернетной версии. Денег нету. А у меня пенсия сейчас с добавками со всеми 8 тысяч 141 рубль 303 копейки. Ну, 145 долларов. Я не ропщу. Мне 80 лет будет вот 10 июня. Я весь искрученный, изверченный, измороженный. А я живу, ни одной таблетки еще не съел. Почему? Бог. И мы проехали с Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, от Тихого до Атлантического, в Скандинавии, Прибалтику, Север. Такое я взял на себя. Во все библиотеки дарил полный комплект книг. То есть во всех библиотеках, в Дании, в Королевских, в Великобритании я везде подарил. Почему? Я верующий. Мои книги в пророческом духе написаны. Таких книг вообще не было. Их нет, таких книг, больше нигде. У меня 4 тома стихотворения по 800 страниц. Каждое стихотворение 9 куплетов, 36 строчек. К каждому стихотворению эпиграф из Библии взятый. И ни одной помарки, ни в одном стихотворении нет. Все писалось в живьем. Когда считаю в литературном институте это ваше стихотворение, а почему не печатать? Их никто не печатает. Вот я на корабле работал, попутно сказать, там рыбацкая шхуна с волнами боролась стремительно, крен возрастал, смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, был лопасти, видел планник, как туша убитого кем-то в пенвала корабль под ударом и сник. Я дальше последний куплет. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я улег за собой. Это из сердца исходило. И там 80 с лишним стихотворениями на пеностопение положено. И вот это вот, запишите, вы все тут найдете. И напротив каждой строчки ... Я заделал еще? Да, задели. Ну-ка. Нет, нет, слышно. Так, я задел это вот так. Напротив каждой строчки, это 9 и 4, 36 строчек стихотворения, место Библии, глава стих, книга Библии, глава стих. То есть я знаю это, когда пишу, то знаю, о чем пишу. Таких стихов не было никогда, нигде. Почему? Бог дал. А как пишете? Я на молитве стою, вот мы молимся, щетки, и у меня как перед глазами строчка одна. Я не вижу, но мысль. Я тут же, у меня карандаш лежит прямо на молитве. Я сразу записал. После этого сажусь, стихотворение, все, 36 строчек уже лежат на месте. Это Бог делает. Так, не где-то, в литературном институте, там Лев Ашанин, и все дивились. И вы, говорит, как ветер, ворвались, говорит, нам тут все форточки распахнули. Почему? Бог делает. Я говорю, у меня нет гуманитарного образования, у меня нет религиозного. Вы сказали, религию не люблю. Правильно, Бог религию не оставлял. Он Христа отдал за нас. А религия, это воцерковление церковное, научиться свечки подавать, вонючие там, не восковые. У вас совершенно правильный подход к этому. Но теперь дальше продолжайте. Не так, что опустить руки, а они там не так. Не так, а я буду делать так. Начните против течения. Ладно. Вот такой вопрос еще имеется. Я его уже задал, про калемерение. Я, как вы заметили, уже далеко не 18, мне 30 лет, и я не хочу жениться, не хочу детей. Хорошо делаешь, опять правильно написано. Павел говорит, остался один, не ищи жены, а женишься, у тебя будут скорби, а мне вас жаль. Жены не слушаются, мужья подкаблучники, дети бегут, куда ты правильно делаешь. Уже мир переполненный, 7,5 миллиардов. У вас мысли, но только куда. Не то, что я жену не хочу, а блудить буду. Нет. Живи свято, целомудренно. На женщину не смотри с вожделением. Помогай другим. Вот у меня до копейки все уходит куда-то. На мне что надето, так кто-то мне дал. Обноски дали. У меня нет ничего совершенно. Это Бог мне так дал. Вот я в пяти университетах вел занятия. Вот вообразите, какой авторитет был тогда. Это еще раньше было. 21 тысяча студентов в университете. Я говорю, сейчас я на ваши вопросы буду отвечать, как всегда, по Библии, по святым отцам. Святые отцы, это 300 томов палеантов. Жития святых, третий параметр, это Дмитрий Ростовский, 12 томов. И книга правил, каноны, 719 правил. Я вмонтирую в каждый ответ. Но одновременно буду говорить, что на этот вопрос ваш ответили 300 поэтов в России за 300 лет. Конкретно. И я в течение месяца так отвечаю. В следующем месяце я говорю, я буду отвечать, как всегда, по параметрам этим, но на ваш вопрос буду отвечать по книгам «Жития святых». А это 1173 биографии. Это понятно, как популярно было. Там снимало телевидение, фильмы заняли первое место на международном киноконкурсе. Это Бог делал. Повторяю, моего ничего там нет. Это Бог делает. И что? Так я вижу изменения в народе. Я зашел однажды, а там у них археологический как музей в университете в Барнауле. Я с ним поговорил, его Анатолий звать. Черепа стоят, я говорю, а это мощи в православии терзают. Этого нельзя делать. Ты прах и в прах возвратиться. Меня за это убивают буквально. Они, ну, я называю, некрофилы. Анатолий звать. Спасибо. 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 Спасибо.